Начинаем мы как всегда с ножек Взяли наши 5 грамм Начинаем выкатывать Нам нужно раскатать вот такую капельку Я сейчас скажу сколько она у нас по сантиметрам По сантиметрам это 4 сантиметрика И теперь мы вытягиваем как бы ей ножку В итоге у нас получается вот такая вот ножка Вот такая ступня у нас при этом 2,5 грамма Высота 3,5 сантиметра Повторяем то же самое со второй ногой Вот точно так же мы катаем капельку Вытягиваем вот так вот нашу ножку тянем Обязательно помним да нужно наши ножки сравнивать Чтобы они были одинаковой высоты Чтобы у них была одинаковая длина А если не достаем значит подтягиваем Вот так у нас все получается Вот наши ножки пусть пока стоят Теперь делаем тельце Тельце нам тоже нужно небольшое Потому что у Майи такая особенность У нее очень-очень большая голова Которая практически сравнила чуть ли не всему ее рост Поэтому тело нам нужно небольшое А голова у нас будет просто гигантская Так Смотрю Сейчас буду прикидывать пока Может еще чуток Давайте на тело мы возьмем 16,5 грамм Вот мы взяли наши 16,5 грамм И катаем опять же капельку Делаем мы ее выкатываем Получается у нас вот такая вот небольшая капелька Действительно небольшая Это у нас 4 сантиметра в высоту Широкая часть у нас вот сколько-то 2,5 И узенькая полтора Вот такая у нас Такое у нас тельце получилось Теперь палочку нашу макаем в водичку Либо в клей Кончиком вкручивающими движениями мы Аккуратненько вставляем Здесь Ножку Вот так Вставим наш киноплес опять Все Смотрим, чтобы нога стояла ровно без наклонок Потому что если нога изначально будет стоять неровно То и фигурка станет накреняться в ту сторону В которую идет наклон Опять же вкручивающими движениями Вставляем наши шпажечки Интересно, а есть она заказчик-то Майя сегодня? Интересно, вот мне не помню кто У меня такая память Так Вставляем ей вторую ножку И сразу пока ножки наши еще не подсохли И мы делаем у нее вот такие здесь Как бы Отметочки небольшие Вот так Вот такая у нас Получается на данный момент фигура Отрезаем все лишнее Совсем немножко Нам понадобится Ой, ужасные палки Вы смотрите как творится вообще Ну и что это такое? Итак, начинаем с того, что мы скатали маленький шарик Я вам скажу сколько он весит Если что, вы можете скатать такой же Это у меня 1 грамм Мы его сделали Приплюскиваем его На руке либо скалочкой раскатываем Как удобнее, мне так быстрее И приклеиваем мы его на самый-самый низ Вот это у нас 1 грамм Который был Мы его распределяем по нижней части Вот так Это первая полосочка У нее их всего 3 Теперь следующее Здесь мой сон Делаем полосочки Полосочки нам нужно сделать небольшие Я сейчас вот Их сама себе нарежу И скажу вам сколько У меня это вышло по сантиметрам Я уже вижу, что где-то один сантиметр Нет, чуть меньше Один Так, 0,7 0,7 Вот этот потолще получился Мы его уберем лишнее По 0,7 сантиметра У нас получается каждая полосочка Аккуратненько смазываем Примерно делим себе Визуально на Наше тело на 2 части Вот где вы будете клеить эти полосочки Все-все Смазываем сразу Сильно главное Не мажьте толстым слоем Потому что черная мастика Она прям дает вот эти Очень жирные отпечатки Получается очень грязно То есть аккуратненько Немножко смочили Также стараемся Раскатывать вот эти наши полосочки Как можно Тоньше Тогда они будут смотреться Более естественно Чтобы не было сильно большого Раздела вот этого всего И наверху мы тоже еще одну Приклеиваем полосочку Лишнее отрезаем Все это делаем Убираем Такая у меня получилась пчелка Так Ножки я уже дополнительно смазала Все аккуратненько Одеваем наши ноги на тельце Такая у нас получается пчелка Такая у нас получается тельца Каждую руку мы берем по полтора грамма Скатали шарик Начинаем вытягивать Такую вот Худенькую клинную колбаску Нам нужно вытянуть У меня это колбаска 4,2 см Далее Прибиваем здесь Сделаем такой небольшой защип И начинаем нашу руку как бы выводить на локоточек Вот мы ее вывели И здесь делаем вот такой загиб То есть как будто она ручки сложила В локтях И приклеиваем к нашему тельцу Так Берем вторую руку и делаем все то же самое Вот так Сделали Опять делаем защип Опять выводим нашу ручку на локоточек Так И здесь тоже делаем вот такой завартик И все то же самое Опять мы укладываем нашу руку На Молодец Так Деловая пчелка майя 100% Так Голова Для головы мы берем с вами 56 грамм Сразу вставляем в тело зубочистку Зубочистку выставляем приблизительно до середины Все лишнее Отрезаем Итак, мы взяли 56 грамм Скатали шарик и слегка его прибили Для того, чтобы получилась у нас вот такая вот плоскость Эту плоскость мы тоже немножечко растягиваем То есть нам голова нужна У нее прямо она такая круглая Но не совсем Она как бы слегка вытянутая Если вот прям посмотреть правильно То есть лицо имеет, шар имеет такую слегка вытянутую форму Я думаю, конечно же сделают Они по всей России отсылают Без проблем Вот так По сантиметрам Это 5 сантиметров На 4 сантиметра То есть слегка вот так вот мы вытягиваем нашу голову Теперь делаем следующее Мы размечаем, где у нас будет ротик, где у нас будет носик, где у нас будут глазки Мы делим визуально нашу голову на 3 части То есть 1, 2, 3 Даже нет вот так вот 1, 2, 3 Здесь это у нас будет рот Здесь у нас будет нос Здесь у нас будут наши глаза То есть как бы глаза получается у нас приблизительно будут вот здесь между этими Здесь будет у нас ротик Ротик нам нужно сделать как бы внутрь туда его вбить Поэтому мы Делаем следующее Для того, чтобы все сделать правильно Я вам рекомендую сделать так, как делаю я То есть мы берем Стеком Сильно далеко, глубоко Не давим Просто рисуем себе Рот То есть вот мы его нарисовали Мы будем знать, что он будет здесь И теперь стеком Аккуратненько Слегка Сильно не давим Мы делаем небольшое такое углубление Для того, чтобы можно было сюда вставить черную мастичку То есть нам нужно углубиться Только делайте это, пожалуйста Я вас прошу Постепенно То есть не надо давить Потому что начнете давить Может произойти Деформация вашей головы То есть вот так вот постепенно Прошлись Продавили Прошлись Продавили Чтобы у вас все было четко Если вам кажется, что глубина у вас уже достаточно Значит мы останавливаемся Берем кусочек черной мастики Кусочек черной мастики мы берем небольшой То есть нам нужен он такой тоненький Чтобы просто закрыл вот этот наш ротик Я не могу сказать вам, я не помню, честно Такие вещи Без котов, мне кажется, 1,2 кг, если не ошибаюсь И 1,5 кг Он вообще небольшой Итак, мы взяли кусочек черной мастики И начинаем ее распределять по нашему ротику Если у вас мастики плохой липкий слой Значит мы обязательно перед этим действием Смазываем место клеем либо водичкой Вот так вот мы все растягиваем Аккуратненько растягивайте Чтобы линии были максимально ровные Если вы боитесь, что вы и так не можете растянуть стеком Значит просто заранее вырезаем себе Нужной формы ротик И делаем Такой вот рот И потом его туда приклеиваем Как вам удобнее Смотрите сами Сделали пальчиком Я вот еще Придавлю, разглажу Вот Теперь берем кусочек белой мастики И кусочек красной мастики Пусочек белой мастики Клеим сразу мы вот здесь Себе Не на всю часть Она небольшая Сейчас увидите Привет, привет Делаем вот такую небольшую колбаску Даже знаете Еще потолще Стараемся Чтобы она была у нас ровненько Одинаковая С двух сторон И приклеиваем ее На шрапок Здесь вот так вот Слегка мы Так Берем кусочек красной мастики Видите, вот он совсем Небольшой Мы его тоже Вот здесь Растягиваем слегка И делаем ему форму Вязочка Вот так Вот так На носик я взяла 0,15 грамм Сразу Сразу шовчики Все Стараемся разгладить Чтобы наш носик Казался Единой частью То есть чтобы его не вытягивать Из мастики Мы с вами Так что небольшие Приблизительно Вот если смотреть на нашу голову Где-то до Середины ее головы Ну Максимально находятся наши глазки Мы их раздвигаем Делаем здесь Небольшие такие Углубления Сильно глубоко туда Не давите глаза у нее Такие Круглые Замы Танцы Танцы Замы Располагает Альтернатор Мы Подбираем Танец Танцы Эта Дин Эта Эта Девушки отдыхают. Теперь мы с вами аккуратненько одеваем ей голову. Она у нас такая дама, мы ее чуть-чуть стерем. Голову на бочок, скручивающими движениями. Вот так вот аккуратненько одели. Помним, что мы никогда не ставим голову, смотрящую вверх. Она всегда должна смотреть вам в глаза. То есть вы должны ее вот так поднять, и ваши глаза должны встретиться. Если вы ее поднимаете на уровне ваших глаз, она смотрит вверх, значит ваша голова уже установлена неправильно. Вот. Вот такая вот красота у нас уже получается. Теперь нам нужно сделать ей волосы. Волосы у нее более светлого цвета, чем само тело. То есть волосы чуть-чуть светлее должны быть. Сразу попирайте себе вот у меня вот тело, и вот, ну плохо жалко тут, плохо видно. Но разница тонов, тона два. Так, теперь следующее нам нужно сделать, это... Сделайте усики у нее, такие черненькие идут. Я их сразу сейчас сделаю. Я думаю, что просто им нужно будет время подсохнуть. На каждый усик я взяла по 0,3 грамма. И раскатала усики длиной 3,5 сантиметра. Сантиметра. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Так вот, пчелка. Пчелка Майя. Что нам нужно сделать следующее? Это сделать ей крылышки и сделать ей на вот эти усики нужно будет ей одеть шарики тоже, желтые мастики маленькие. Поэтому я сейчас смажу. На каждое крылышко мы возьмем с вами, они нам нужны небольшие, давайте по одному грамм. Вот, мы взяли 1 грамм, раскатываем мы каплю. Это у нас 2, ну где-то 2-2,5, буду растягивать сейчас. Вот мы сделали. И на руке, либо на столе, где удобнее, сделали такую капельку. И острые уголки наши сделали более тоненькими, чтобы крылышко казалось более тонким. У меня там крылышки небольшие, то есть вот все вместе у меня крыло получилось по 3 см. Вот, такое крылышко. Так, сколько мы тут? 13 см мы по высоте, по весу 138 грамм, сразу я здесь оранжевым цветом слегка. Ее патонирую. Немножечко мы с вами блеканем, совсем капельюшечку, без фанатизма, ибо здесь блековать негде, поэтому блекану так, совсем чуток на черных линиях хочу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова